Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис провел виртуальную встречу с ведущими демократами, обсудив дальнейший путь компании Байдена, согласно сообщению NBC News, подтвержденному Fox News. Детали засекречены, но лидеры демпартии настроены решительно, чтобы предотвратить номинацию Байдена на пост президента от демократической партии на демократическом съезде в августе, хотя сам Байден применил вызывающий тон на фоне призывов его выйти из гонки и даже обвинил демпартию в том, что они форсируют события. Лидер демократов в Палате представителей в Сенате США намереваются собрать в ближайшие несколько дней конгрессменов-демократов, чтобы обсудить возможные варианты. Демократы в Сенате и Конгрессия пытаются собрать голоса, обратиться к Байдену с просьбой оставить президентскую гонку. Специалисты по болезни Паркинсона уже девять раз посещали Белый дом за последний год, согласно учету посещений Белого дома. Причем Байден наотрез отказывается проходить независимое обследование когнитивных способностей, понимая, что он провалит этот тест. Экстренная встреча демократов состоялась после 22-минутного интервью Байдена каналу ABC News в пятницу и субботу, которое было не в прямом эфире, а записано и смонтировано. Однако это лишь еще раз убедило американцев в том, что Байден не сможет продолжить занимать место президента, не то чтобы быть переизбранным на очередные четыре года. И все это произошло в дополнение к провальному выступлению Байдена на дебатах с Трампом на прошлой неделе. На встрече со спонсорами же Байден вновь потерялся в мыслях, перепутал Францию с Италией, рассуждая о визите в Нормандию. Отдельные спонсоры и доноры переключаются на поддержку кандидатов от Демпартии в Палату представителей и Сенат. Байдена они уже списывают со счетов. Команда Байдена все же заверяет, что денег у них предостаточно, и после дебатов они собрали 38 миллионов долларов, а за июнь 123 миллиона. Они оказывают давление на губернаторов и конгрессменов, требуя не выступать с критикой Байдена и не призывать к его отставке. Хотя некоторые демократы держат тайные опасения по поводу возможности избрания президента, все больше публично призывает Байдена уйти в отставку. В то же время некоторые законодатели, в том числе почетный спикер Нейнси Пелоси, конгрессмен Джеймс Клайберн, работают над тем, чтобы вернуть партию на сторону президента. Байден отвергает мнение тех, кто призывал к его отстранению, заявив, что он разговаривал с 20 законодателями, и все они якобы призвали его остаться в гонке. Демократы в США вслепую голосуют за любого, кого номинирует демпартия. Яркий показатель того, что демократический президент, кто бы он ни был, это всего лишь марионетка, выполняющая указания спонсоров и реальных политических игроков на мировой арене. Байден всем нам показал, что даже имея серьезные когнитивные проблемы, окруженные враньем корпоративных СМИ, Министерства юстиции и спецслужб, демпартия может продолжить разрушать США на корню. А вот Трамп призывает Байдена в любом случае оставаться в гонке, ведь ни один демократический кандидат на сегодняшний день не набирает большинство прогнозируемых рейтингов, чем 45-й президент США. Ну а сам Байден в недавнем интервью без обменяков признал, он не особо-то и боится поражения на выборах. В сложившейся для Байдена ситуации терять уже особо нечего. Байдена ситуация терять уже особо нечего.